Керасья 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 начиная с 15 века. Путь от моря до кельи старца Теологоса составляет два часа. В кельи сохраняется бытовой уклад, заложенный еще в средние века. Здесь нет привычных для афонских монастырей признаков цивилизации, таких как электричество и солнечные батареи. Высокая гора также преграждает сигналы греческих мобильных операторов. Из-за затруднительного доступа к морю и отсутствия возможностей хранения продуктов, монахи разводят рыбу в специально обустроенных прудах. Когда попадаешь сюда, на это горная плата, то кажется, что ты оказался в некоем поднебесном гнездышке, где жизнь течет совсем по другому циклу. Отче Христос воскресе! Воистину воскресе! Нам достаточно хорошо известна история 20 монастырей, однако относительно мало известно об истории южных склонов Святой горы. Могли бы вы нам что-либо рассказать из истории этой части Афона? Как менялись и развивались южные склоны Святой горы? Мы не можем так полностью обособить различные места Афона, потому что монашество на Святой горе развивалось почти синхронно со всех ее сторон. Однако к этому месту, южным склонам Афона, относятся особые упоминания о первых монахах-отшельниках. Например, Святой Петр, который подвязался недалеко, в полутора часах ходьбы от того места, где мы сейчас находимся. Стало быть, монашество отшельническое, келиотское, предшествовало общежительному монашеству. И поскольку существовало очень много аскетов и отшельников в келиях, Святой Афанасий имел возможность основать Лавру, что он и сделал. Лавры как раз находятся в южных пределах по отношению к северо-восточной стороне Афона. Таким образом, как минимум за два-три века до Святого Афанасия, аскеты во всех этих местах уже были, в особенности в Керасье, где мы сейчас находимся. Керасья защищена от трудных погодных условий, а также она находится рядом с горой и далеко от моря. В те времена эти вещи брались в расчет, потому что Афон веками страдал от набегов пиратов и корсаров Восточного Средиземноморья. А здесь наверху места уединенные, спокойные, живописные, плодородные. Здесь можно было и земледелием заниматься, чтобы выжить, и в тишине предаваться молитве и аскезе рядом с этой прекрасной горой, которая на протяжении очень многих веков вдохновляла человеческий род. Можете нам немного рассказать об отличительных особенностях монашеской жизни в кельях по сравнению с монастырями? По существу кельи живут по тем же законам, что и монастыри. Ведь посвящение себя Богу ведет к одному и тому же определенному образу жизни. Поэтому кельи — это маленькие монастыри, которые могут включать от одного человека, являясь пустынью, до больших общин, которые много раз в течение многовековой истории Святой горы восполняли недостаток братьев в монастырях. Когда в каком-либо монастыре возникала проблема, одна из больших келей, имевшая много отцов, помогала восстановить необходимое количество монахов. Самый недавний пример — это монастырь Ватапет, который усилился монахами одного маленького общежительного монастыря — братья и нового скита. Жизнь в келье, конечно, очень спокойная, иная. Нет обязанности строго придерживаться режима. Однако, традиции соблюдаются. Соблюдаются церковный устав и образ жизни. Одновременно монах имеет возможность жить более свободно и умиротворенно, благодаря окружающей атмосфере. Но есть и один недостаток по сравнению с монастырями. Большая занятость монаха физическим трудом. В кельях приходится иногда работать больше восьми часов в сутки, чтобы обеспечить себя всем необходимым в условиях автономности. Есть старое монашеское правило делить сутки по восемь часов. Восемь часов молитвы, восемь часов труда и восемь часов отдыха. В кельях часто приходится работать больше восьми часов в сутки, чтобы обеспечить себя всем необходимым в условиях автономности. В то время как в монастырях редко кто работает больше восьми часов в сутки. Есть еще одно отличие, которое дает нам больше свободы и необремененности. Кельи, малое общежитие, пустыни не имеют имущественных активов, но каждый живет тем, что ему посылает Бог. Как посредством благочестивых людей, так и непосредственно от окружающей природы, которая позволяет производить необходимое, а также все то, что посылается Богом как дар и воплощается в рукоделиях. То есть дар монаха материализуется в том, что он делает своими руками во славу Божию и предлагает паломникам, которые в свою очередь стараются ему чем-то помочь в его нелегких условиях жизни. То есть действительно в одной келье или пустыне, не имея ничего определенного, каждый зависит от Божьих любви и благословения. Надежда наша здесь всегда на Господа, на Его милость, на Его снисходительность, на Его долготерпие. Отче, не могли бы Вы немного рассказать об истории Вашей кельи, с Китая и его окрестностей, где мы сейчас находимся? Сколько всего келей? Есть ли соседи? Керасья является местом поклонения еще с античных времен. То есть еще в дохристианские времена, на противоположной от нас стороне, на возвышенностях и скалах, проживали люди. Если подняться повыше к вершине, то можно увидеть заросшие тропы, по которым еще в Древней Греции поднимались паломники к местам поклонения своим богам. Там наверху стояла большая статуя Посейдона, которая была видна отовсюду в северной части Эгейского моря. И величина горы, и ее пирамидальная форма были настолько впечатляющими, что, как нам известно из истории, Александру Великому предлагали высечь в горе его изображение. Точнее, материалом для статуи сидящего Александра Великого должна была стать сама гора Афон. Его колени были бы на том месте, где сейчас находится Церковь Богородицы, а туловище и голова располагались бы на месте вершины, на высоте 2030 метров над уровнем моря. Однако Александр мудро и скромно отказался от этого предложения. Но этот впечатляющий размер горы всегда вызывал трепет у наших предков. В этом месте вокруг нас когда-то стояли жертвенники. Упоминается, что рядом с Керосьей жили Девы-Жрицы для разных храмов, которые тогда существовали. Впрочем, в Древней Греции на всем Афонском полуострове существовали места поклонения. Такое уединенное, впечатляющее и живописное место всегда притягивало тех, кто желал поклоняться Богу и Его творению. Святому Петру, да и другим монахам прежних времен были видения, что Богородица посетила Святую Гору. Ей настолько понравилось это место, что она попросила Господа нашего, чтобы оно встало ее уделом. И с тех пор, как здесь подвязались первые монахи, оно называется уделом Божьей Матери. Один благочестивый старец, отсюда, из Керосьи, который скончался недавно, говорил, что Керосья – это сад в уделе Богородицы. Это место по праву можно назвать одним из самых красивых мест Афона, поскольку оно защищено от северных ветров, которые изнуряют в целом всю гору, и оно обращено к югу. А напротив нас видны северные спарады и Эгейское море. Таким образом, здесь сформировались благоприятные природные условия для каждого, кто хочет посвятить себя аскетизму. Здесь никогда не иссякает вода, и круглый год можно заниматься земледелием так, чтобы у каждого было самое необходимое для автономной жизни. То есть здесь имеется очень важное для келиотской жизни, чтобы монах, благодаря своему саду и огороду, мог жить независимо. В житии святого Афанасия упоминаются аскеты, которые жили в Керосье около тысячного года после Рождества Христова. Однажды, зимой, когда очень плохая погода с сильными северными ветрами заблокировала здесь монахов, святой Афанасий послал им помощь. Сегодня в Керосье 12 келей, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Некоторые находятся на расстоянии более километра от соседних. Другие всего в 200 метрах, как наши келия. Так, чтобы не беспокоить друг друга и иметь достаточно жизненного пространства. Из этих 12 келей сегодня заселены 10. В иные времена они все были заселены. Но наши условия проживания достаточно сложные, так как южный склон Афона – единственное место, куда не доходит автомобиль. В сравнении с остальной частью Афона, куда ведут дороги для более легкого перемещения. У нас бывает меньше паломников, но когда сюда кто-то прибывает, то с восторгом открывает для себя красоту и спокойствие этого места, которые являются необходимым условием монашеской жизни. Поэтому те, кто хочет трудом показать свою любовь к Божьей Матери, совершая паломничество к Ее уделу, все-таки поднимаются сюда. И если кто-то не может подняться своими силами, ему помогают добраться наши муллы, ставшие для нас необходимостью в повседневной жизни. В архиве Великой Лавры, к которой мы относимся административно, сохранились упоминания о том, что наша келия святого Иоанна Богослова является постройкой 15-16 веков. Современный храм святого Иоанна Богослова был обновлен в 1771 году. К тому же времени относятся и иконостас с его иконами. Раньше здесь стоял другой храм, с иконами критской иконописной школы. Сегодня эти иконы находятся в Великой Лавре. В древние времена здесь жили разные монахи, насколько это можно увидеть в Коснице, где сохранились русские, румынские подписи на черепах отцов. Но не существует столько исторических данных о келиях, сколько их сохранилось о монастырях. Несмотря на это, в нашей келье существовала непрерывная преемственность, как и в большинстве келей этого места. Именно по той причине, что расположение это предоставляло необходимые условия для покоя, красоты и уединения. С другой стороны, в Керасье, где в сравнении с большей частью Афона климат достаточно сухой, в прежние времена, когда существовала проблема лечения туберкулеза, сюда приходили в надежде выздороветь благодаря этому сухому климату. Также, благодаря природной почве, в этом месте очень много лет, особенно в 20 веке, выращивали виноград и производили знаменитое на Афоне вино. Потом заболевание уничтожило виноградники, и сейчас от прежнего богатства сохранилось лишь несколько кустов. Несмотря на это, расположение благоприятно влияет на огородные культуры, которые мы выращиваем на террасах, на плодовые и оливковые деревья, посаженные большей частью в 19 и 20 веках. Особенно, когда были большие проблемы во внешнем мире, требовалось, чтобы монахи и жили автономно, и могли разместить своих родственников, которые приходили сюда, чтобы выжить, спасаясь от мирских невзгод. Сегодня в Керасье проживают около 25 монахов. Где-то живет один, где-то двое, где-то трое или больше. В самой большой келье, святого Георгия, которая находится рядом с нами, восемь монахов. Отче, в заключении еще один вопрос. Мы знаем, что вы провели несколько лет миссионером в Африке. Расскажите нам немного об этом периоде вашей жизни. Как вам удавалось совмещать миссионерскую деятельность с монашеской жизнью? В двух словах об этом не расскажешь, поскольку для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно рассказать много чего. Дорогой Василий, в истории Православной Церкви миссионерские труды всегда брали на себя только монахи. Это связано прежде всего с тем, что монахи располагают большей свободой и могут проповедовать Евангелие там, где о нем не слышали, и там, где есть в этом нужда. Я пришел на Святую Гору, уже получив прививку миссионерства, потому что мой духовник уехал в Африку, где провел 25 лет, скончавшись в городе Кананго, Демократической Республики Конго. По совету святого Паисия, который указал мне путь на Святую Гору и помог в первых монашеских шагах, я пошел на покаяние в монастырь Кутлу-Муж. И когда я встретился с игуменом этого монастыря, он настоял, что я должен признаться ему и в том, что меня так или иначе посещали мысли о миссионерстве. Так создались предпосылки для принятия монашества. Игумен принял меня, и я прожил в обители три года. С 1983 года я живу в Керасье. Это место мне показалось самым красивым на Святой Горе. По благоволению Божию и по молитве святого Паисия создались необходимые условия, и я пришел сюда. А когда потребовалось потрудиться и за пределами Афона, меня позвали в Албанию, куда я периодически ездил по благословению святого Паисия восемь с половиной лет, помогая в восстановлении храмов Албанской церкви под началом архиепископа Анастасия. Когда я закончил послушание в Албании, наследник моего духовника в Конго, отец Игнатий Манделидис, который скончался полгода назад в сане митрополита Пентаполиса, позвал меня в Африку для помощи ему в Конго. И снова, не оставляя насовсем Керасью. Потому что никто бы не смог трудиться за пределами Святой Горы без поддержки и благословения Божьей Матери. В течение 10 лет я нес миссионерское послушание в Африке, периодически возвращаясь на Афон. Так я выполнил долг перед своим духовником, поскольку он хотел, чтобы я изначально приехал помогать ему в Африке. Но знаете, всегда требуется предварительное подготовительное для того, чтобы кто-то мог противостоять бесконечным трудностям в странах миссионерской проповеди. Я не имел никакого особенного таланта и дарования. Но когда чего-то не хватает, Бог восполняет, для чего приходит определенная работа, воспитание, подготовка, испытания. Так помог мне Бог прославить имя Его в некоторых странах, не только благодаря моему труду, но и труду многих афонских монахов, которые и в данный момент находятся в странах Африки, помогая там на миссионерских приходах. Да, и еще, перед тем, как стать монахом, я был архитектором и работал по этой специальности. Последние три года я снова послужил в этом качестве на юге Малой Азии, в Писидии, чтобы построить одну христианскую церковь в мусульманской стране, где запрещены церкви. Но произошло чудо Божьей Матери Писидийской для того, чтобы окормлять приходы Писидийской митрополии, где в основном церковь составляют русские, украинцы, грузины, белорусы, которые там живут и работают. Видите, православная церковь – это не только святая гора и не только православные государства. Это церковь Бога, которая простирается везде. Поэтому любой, не только афонский монах, может чувствовать себя как дома, как в своей семье, везде, где бы он ни находился. Достаточно лишь, чтобы он не имел националистических настроений и помнил, что Родина наша не здесь, а Небесный Иерусалим, как об этом прекрасно говорит послание к Диогнету. Тогда миссионер каждого, независимо от цвета его кожи, национальности, языка, видит своим братом, частью тела Христова, частью нашей Церкви. Спасибо большое, Отче. И я Вас очень благодарю, поскольку я получил большое удовольствие от того, что на Пасху, которую мы встретили вчера, так благодатно. Благодаря Вашему присутствию мы слышали на многих языках пасхальное Христос Воскресе и пасхальное Евангелие. Благодарю Вас. Быть с Вами в эти дни – большая радость. Христос Воскресе всем возлюбленным, кто будет смотреть эту короткую беседу. Вашему северную. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok